всем привет с вами ирина хочу показать вам свои морковки и вкратце рассказать немножко про них что я с ними делала и какие у нас на сегодняшний момент результаты 1 орхидею шка вот это от швертера я не и всю зиму понемножечку поливала так как очень много есть вопросов в группе последнее время стоит их поливать зимой не стоит стоит или им устраивать зимовки или не стоит так вот я решила проэкспериментировать и вот эту вот морковочку я всю зиму по чуть-чуть поливала сейчас мы начинаем только-только вот уже последний листик сушить и это растение только сейчас видите маленький ростик начала растить далее у нас следующая морковка которая пришла от пом к сожалению эта морковка такая интересная была почему-то взрослая растение посерединке начала но она пришла такая мягкая была не пришлось срочно ампутировать потому как либо загубить всю морковку либо нужно было что-то делать вот поэтому я очень быстро сразу ножницы в руки вперед никто ничего не дезинфицировал потому как нужно было действовать быстро вот я срезала верхушку морковки оставила ну простой такой как бы пенечек да но живая была зеленая ткань абсолютно ничем ребят не присыпала просто вот как срезала так и оставила где-то у меня закралась все-таки мысль что это морковка возможно и не выживет но вот спустя некоторое время мы видим что у нас есть молодой рост я эту морковочку просто достала из темного горшочка и переставила в светлый для того чтобы было легче наблюдать за корнями хочу показать вам вот этот пенечек который остался потому как на фоне мха абсолютно ничего не видно мы видим вокруг мух а вот это вот пенечек который вот я срезала он просто высох и это растение все-таки выпустила молодой мороз корней своих у этого роста еще нет поэтому поливать нам это растение еще очень очень рано вот вам показываю название этого растения такая вот пришла растюшечка я поставщику написала но ответа я так и не получила поэтому спасала растение как могла а вот ну и следующая для сравнения морковь дело в том что мы уезжали на неделю времени когда я уезжала ребят я оставляла приблизительно вот такого вот размера морковочку через неделю мы приехали я честно под в таким впечатлением от размера этой морковки потому что вы посмотрите это ну размер моей ладони полностью вы видите как какой вот как как моя ладонь такой рост ух приличный старая морковочка каких называют да просто народе морковки эти растения называют вот она начала уже слегка морщится потому как это растение уже нужно поливать у нас достаточно много уже корней достаточно большой рост и это растение теперь нужно поливать и причем поливать нужно обильно не нужно чтобы вода там постоянно застаивалась вот но постоянно чтобы внутри чтобы тот же ж мог кора чтобы она была постоянно слегка влажная но естественно нужно будет эту морковочку кормить если мы ее будем хорошо кормить поливать мы ее не будем сильно сушить естественно что это растение к зиме у нас с вами зацветет так что вот такие вот три разные растения я вам показала нужно помнить что все растения очень индивидуальны и вы видите что здесь у нас очень маленький рост это растение у нас немножко пострадала но тем не менее мы растим рост я жду корней я ее пока что поливать не буду это первая морковь когда я выдержала вот этот период все таки и не полила потому что все таки ну вот хочется полить по привычке это растение кажется что вот она без воды погибнет но тем не менее вы видите результат я это растение не поливала и она чувствует себя лучше всех пересадила я от растения в кору сверху добавила родной мох те которые корешки у меня были сухие их просто срезала ножничками а вот поставила на кору и сверху обложила мхом поставила две вот такие вот палочки их просто разрезала и для того чтобы просто закрепить растение потому как сама вот эта морковь она естественно не держалась и все у меня пыталась упасть поэтому я поставила вот эти палочки ну как подпорки теперь это растение держится отлично потому как она у нас в горшке и корнями очень даже хорошо уже держится так что ребят показала и рассказала вам про свой опыт делаем выводы наблюдаем за растениями и в первую очередь помним что каждое растение это индивидуальность если одно растение быстро растет быстрее молодой росту второе вы видите что вот такой вот маленький рост так что и от ухода за растением очень многое зависит ну и конечно же от самого растения ну а я буду с вами прощаться спасибо всем огромное за внимание подписываемся на канал ставим лайки и до новых встреч пока пока